Итак, сегодня мы отмечаем Международный день культуры. Танец в страсти, пламенный, огненный. Каких только эпитетов не придумано для фламенко. Чтобы разгадать секрет этого танца, мы пригласили в студию хореографа Ольгу Пшеницыну. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Говорят, что после нашего эфира вы сразу прямиком в Большой театр на репетицию, приоткроете завесу тайны. Большой театр переходит на фламенко. Да, на самом деле мы сейчас готовим оперу Кармен в Большом театре. И я помощник хореографа. И мы вот сейчас начали репетировать активно уже эту оперу с приглашенными хореографами-постановщиками из Испании, с настоящим фламенко. И сейчас вся оперная труппа занимается фламенко активно. И мы делаем очень красивую постановку. Они все влюбились? Просто существует мнение, что для того, чтобы станцевать фламенко, нужно влюбиться. Абсолютно верно. То есть вы в постоянном, перманентном состоянии влюбленности. Да, это прекрасная жизненная позиция и влюбленность, которая должна перерастать в настоящую глубокую любовь. И я думаю, что это то, что приносит настоящие плоды в любом деле. Но тем не менее, фламенко, вот кто-то говорит любовь, а кто-то говорит, что это страсть. Это все вместе. Страсть, это, наверное, начальный период. У испанцев это все вместе. У нас это может быть сижу в уголке, грущу, а может быть страсть. А вот у испанцев-то все вместе. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь фламенко? Почему вы пришли вообще в это направление? Фламенко занимаюсь где-то больше 10 лет уже давно. Танцую я давно, с детства, но фламенко увлеклась через ритм. Ритм, вообще магия ритма просто меня зачаровала. Мне захотелось изучить это сложное, полиритмическое, многообразное звучание. Очень сложное. Очень сложное. Действительно, очень сложно. Очень сложно полиритмически. А выглядит это настолько легко и изящно, как будто это можно взять и танцевать. Давайте мы сейчас посмотрим, кстати, у нас есть ролик, а потом продолжим как раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выглядит, конечно, это все как будто немножко такое что-то есть от цыган, как будто цыганский танец. Я, кстати, заметил, что у девушки, которая танцует, высокие каблуки. Насколько обувь важна? Да, фламенко танцуется в каблуках, потому что выстукиваются дроби. Но фламенко вообще межкультурно понять явление, потому что там очень много цыганского, конечно же, а цыгане выходцы из Индии. И поэтому там такое многообразие разных культур, которое повлияло на зарождение и создание фламенко. А фламенко, оно, это новое. Как танец он, в общем-то, зародился где-то профессионально в начале 20 века. Но ведь раньше-то у цыганок они обувь-то вообще не признавали? То есть это, видимо, какая-то трансформация произошла? Да, ну, конечно, безусловно, это фольклорные виды и фольклорная пляска, как бы идущая от цыган, и в том числе уже на местной испанской культуре, национально-испанские танцы. Цыгане, да, они босиком танцевали свои пляски. И, в принципе, это все смешанное, это синтезированные такие вещи. А мужчины вообще танцуют фламенко? Конечно. Помимо того, что они любят смотреть, так они еще, оказывается, любят танцевать. В Испании каждый второй мужчина танцует фламенко, это правднозначно. Он больше одиночный танец, либо это все-таки больше парный? Сольно-танцующий фламенко, он более драматургичен. Хотя танцуется и в паре, и в группе, и сольно. Даже в группе танцуются? И в группе, да. Мне вот понравилось слово «драматургичен». То есть это не просто танец, это некая философия и драматургия в каждом танце. Ну-ка, откройте-ка нам вот эту завесу, приоткройте тайну. Да, фламенко очень интересное явление. Вы знаете, оно глубоко связано с драматургией, потому что несет в себе ощущение и силу духа. Потому что здесь не только техника танца, а здесь состояние и, скорее, мировоззрение. Это связано, конечно, с внутренним накалом в драматургии, переживанием внутреннего мира, постижением каких-то глубинных состояний, которые связаны, прежде всего, наверное, я так чувствую, с духовным образом, с духовным мировоззрением. Потому что вот тот накал эмоций, та сила страстей, скажем так, и тем ритмы, которые предельно выражают вот этот накал и преодоление себя, и как бы основа, собственно, драматургического выражения, это ощущение проживания глубоких чувств. Я думаю, что девушки, которые нас сейчас смотрят, не могли не обратить внимание на ваш наряд. Вот платье в танце фламенко, в этом искусстве, насколько важно, что оно должно передавать? Потому что цвета красно-черные, да? То есть это что, трагедия, страсть? Нет, красная – это все-таки страсть. Говорят, страсть, трагичная любовь? Черная, наверное, вот как раз и драматургия. Вот она, драматургия, завеса тайны. Расскажите нам, пожалуйста, про наряды фламенко. Наряды разнообразны, в зависимости от масштаба и от пространства. Если это камерное пространство, здесь может быть совершенно любой фольклорный костюм. Близкие по духу, по ощущению от жанра, от стиля танца. Если сценический, театральный, там может быть все что угодно. Современно фламенко очень модернизировано и очень многогранно. Здесь нет особых больших правил, но стереотипно, стандартно – это длинные юбки, каблуки. И, наверное, ярко. Красно-черный цвет – это так вот, да, больше стереотип, скорее всего. Но, да. Ярко, потому что яркие цвета. Любой ли человек может прийти и научиться фламенко? И нужно ли вообще людям идти учиться фламенко? Я бы посоветовала, потому что это только плюс. Потому что… Кроме осанки, да, которые мы приобретаем во фламенко. Да, это безусловно. Гордого взгляда, что еще самое главное здесь есть? Помимо физических преимуществ, есть очень хорошие внутренние психологические качества, которые развивает фламенко. Это сила, уверенность в себе, это адекватность восприятия, это опора, весовое чувство внутреннего мира, это устойчивость, это радость, это жизнелюбие, это красота, это какие-то качества, которые открывают мир и дают возможность более полно, более ярко воспринимать мир. Потому что фламенко, помимо страсти, дает еще жизнелюбие, жизнерадостность и открывать эту энергию. Когда я все это слышу, я понимаю, что с таким… Хочу танцевать. С таким не просто хореографом, а философом-хореографом спектакль в Большом театре должен быть грандиозным. Безусловно. Поэтому обязательно все попробуем туда попасть, хотя это безумно сложно. Ольга, огромное вам спасибо за то, что пришли. Спасибо, спасибо, удачи вам. Напоминаем, что у нас в гостях была Ольга Пшеницына-хореограф.